После столь замечательных, скажем так, упс-моментов с предыдущих игр, с предыдущих встреч наших любимых PUBG-коллективов, мы возвращаемся на ваши экраны. Одесский ярмаш PUBG Continental Series номер 3. Финальный день. Три финальные карты впереди. Все меньше и меньше времени. Последний миромарно ждет следующий. Для Михаила что, мне нужно предикт сделать? Нет, табличка сейчас будет. Ага, табличка, я думал, предикт. Самое важное это предикты пока от меня, потому что на кого я ставлю, они вообще никогда не выигрывают. Можно помогать некоторым коллективам. Я понял, как это работает. Так, 208. Я, кстати, угадал, сколько он онлайн с поинтов. 208. Слушай, ну и Энс поднимается. Три плейсмента выигрывают для себя игроки команды финского коллектива Энс и заставляют опуститься по строчке каждой из трех коллективов. Это Na'Vi, ShiftW и Face. Так, а редлайны спустили к своим друзьям Sauna Boys. На соседнюю строчку к этигетам отправились. У нас Sauna Boys, не лучший ход игры, соответственно, и набор поинтов. Слушай, они к Эрангелю, извини, что перебью, могут опять подойти с примерно равным количеством поэтов, в зависимости от того, как это играет сейчас этот Мирамар. И мы опять увидим вот это замечательное противостояние. Хотя, ну вот вчера, да, были моментики, когда этигеты уходили все-таки на траншей гадкие и оттуда неплохо разыгрывали в целом. Ну, то есть, гораздо лучше, чем несколько игр, которые мы видели противостояние против Sauna Boys с самой гадки, когда этигеты вообще 4 в 0 погибали. Что мы можем отметить? У нас есть 170+, две команды. Одна команда 200+, уже отрыв, конечно, набирается Нозенуайс очень хорошо. И главное сейчас немножко не перенаглеть из-за вот этого количества поэтов. Я надеюсь, что не сильно обращают Нозенуайс на это внимание и все-таки видят цель, не видят препятствий к тому, чтобы победить на турнире ПКС-3. И также хотелось бы верить, что Tornado Energy сейчас доберут еще большее количество поэтов и не только догонят Digital Athletics, как мы сейчас можем видеть, да, всего лишь один поэнт разницы, но и обгонят их и займут, ну, хотя бы там вторую строчку, что более реально, хотя и первое тоже вполне возможно для этого коллектива. Это Natus Vincere, напоминаю, у нас находится на восьмой строчке, 124 поэнта. TSM 111 это 13 поэнтов разницы, а Makina 99 это 25 поэнтов разницы, да, и там увеличение по чуть-чуть. Ну, не столь принципиально. У эти гетов сохраняются шансы даже попасть в топ-8, побороться. И вот этот хот-дроп сауной бойс, я думаю, это будет большая ошибка в нашем разговоре, да, то, что дропаться, не дропаться. Плюс они вчера почувствовали, как говорится, вкус другого Эрангеля, они ощутили, хотя и зоны были две сосновки, не самые комфортные. Ну да, но тем не менее. Представляешь, они бы еще дрались в гадки при вот этих двух сосновках, что бы это вообще было? Ну, оба коллектива были бы в жесточайшем, мне кажется, минусе, а так они и Team Liquid там не пустили, и еще какой-то коллектив не пустили, к мосту подъехали, поэтому у этих гетов вроде все неплохо было. Я не помню, конечно, точное количество поэнтов, сколько они набрали за вчерашний день, это не грандиозное какое-то количество поэнтов, но тем не менее, это не ноль хотя бы. Вот, с двух карт, как у них уже было. Так, что мы еще можем отметить? По табличке, по сути, все понятно, нам остается лишь наблюдать за красочными играми, за последним миромаром ПКС-3, это у нас будет 22-й матч, если я ничего не путаю, гранд-финала. Да, все так, вчера мы закончили на 20-м матче, 21-й вот только что сыграли, последний миромар, последний миромар ПКС-3 мы ожидаем, совсем скоро вылетает самолет, соответственно, там считанные секунды остаются до этого момента. Но, что хочется сказать, вера в СНГ коллективы только преувеличивается. Да, Натус Винцера отыгрывают сейчас не лучшим образом, но все же команда в первой восьмерке, и есть все шансы на то, что они поднимутся повыше все-таки финальной турнирной таблицы, так как до первого места им дотянуться уже практически нереально, но есть остальные команды, да, от первого до восьмого, где находится Na'Vi, и можно побороться уже против этих коллективов, все-таки и нужно побороться за те же самые призовые, за респект, за любовь своих фанатов, в любом случае, которые любят даже самые плохие минуты и дни своей команды, так как на то они и фанаты, преданные, верные, болеющие душой и сердцем. Понятное дело, что можно запредиктить было на какую-то другую команду, не с серией, как говорится, сердцем я там с одним коллективом, а разумом. С теми же NLT, Digital Athletics, Liquid, Tornado Energy. А купоном? Купоном я с другим коллективом. Сердце сердцем, а купоны врозь. Так, полетел диагональный самолет, отправились мы на последний Мирамар турнира, и что же, очень-очень комфортный самолет для большинства команд. Соответственно, каких-то супер нестандартных приземлений, супер нестандартных лутспотов на старте не ожидается. Тора Ахумада для Винстрейк, что, в принципе, нормально при таком самолете. Байстендер собирают у нас чуть южнее позиции, что у нас Шифт, WL, Элязар и Западнее, как раз таки, Цкрис, Брэкс, Канут. Также их короночка, по сути, уже. Энс, Джанкиард, окрестности и круг у нас северо-восточный. Достаточно интересные круги, они были с недавнего времени для нас новинку, но уже мы привыкли за последние турниры и уже смотрятся намного сильнее игры команд при таких кругах. Поэтому ждем только лишь сильного серьезного сопротивления. Ну и, что хочется отметить, Na'Vi дальше всех у них будет... Слушай, это шанс для TSM. TSM вообще на Мирамаре очень много таких кругов забирали в свою копилку. Конечно, эта традиция немного сменилась, да, сейчас не получается так ярко отыгрывать у TSM, как мы видели некоторые турниры назад, а у нас есть реплей, реплей... Что там, это Led Zeppelin, Deep Top, что-то... Это у нас... Это легкий флекс. Да... И все, видимо, одну и ту же музыку слушают или что? Походу, играет для всех у нас It's Chris. Может быть, Рамштайн слушают, они же немцы, типа. Может быть, может быть. А может быть, Эру. Может быть, Эру. А может быть... Может быть, еще какие немецкие коллективы. Так, а что у нас здесь? А Скутер немецкий коллектив? Потому что оказалось, что из Кристалла поеттам... Хауачи... Паста Хада Скутер? Али Хауачи... Неважно. Да-да-да-да. Займет. И гитарное соло пошло. Все верно, Михаил. Ты умеешь не только читать по губам, так еще и слушать музыку по губам. Да-да-да. Это очень полезный скилл. Так, Лууу. Ну, это движется у нас на Power Grid. Да, показывают нам игроков команды из СНГ. Перфектик заберет здесь Богосик и отправится в НЛТ в сторону Сан-Мартина. Горочки там есть, с которых можно позиции дальше посмотреть. Нужно будет только ожидать какую-то ротацию от ТСМов. И, в принципе, если заехать даже в Хассиенду, если отдадут ТСМ, то для Нозенлайдс выглядит все классно. Но, видимо, мы это позже. Пока смотрим, как тут Тим Ликвид лутаются. И ТСМы в Хассиенду потихоньку покидают. Вот Мирки с Вардом уже покинули. Остается Тамайра. Интересно, есть ли об этом информация в Нозенлайдс? Ну, мы это узнаем чуть позже, как раз таки. Да, ну, у нас спину с мальшу настреливает ПЭЧ. Тем временем нам это не показывает. Мы это видим, как говорится, на карте. Поехали на Нозенлайдс. Поехали, ребята. И что у нас здесь будет? Встреча или нет против ТСМ? Посмотрим. Там, кстати, ТСМ и все еще на своих позициях. Отсюда и возможен контакт. Дредлайны приблизились. Позиции одного из игроков команды Байстендерс. Бимми пытается собрать информацию по противнику. При том, что как? Он даже пытается здесь более выгодную позицию для себя занять, чтобы его не супер обошли. Чтобы контролировать своего оппонента. И пока что тиммейты будут, не будут к нему подтягиваться. Мы узнаем чуть позже. А Марвс Кюбие находится очень близко к противнику. Есть контакт. Бимми все-таки среагировал достаточно. Ой-ой-ой-ой. Нужно как-то задоджить. Хаешечка сейчас. Если прилетит в пену, отличная хаешечка от Марва. Просто Бимми отправляется в нокаут. Хьёрт только-только подъезжает. Там же Вандер третьим же темпом сюда же двигается. Ой, Овстринг попадает под обстрел. От еще одного игрока команды Байстендерс. Подставляется под Вандер Йеллоу, который приехал на халку тиммейту вместе с Хьёртом. Ну и перестрелка для Вандера очень здорово выглядит. Как же здесь хорош Вандер с Овстрингом. Еще Овстринг, кстати, у нас по Флейме сработал. Забирает последнего игрока команды Байстендерс у нас Вандер. Но нужно не расслабляться, потому что тут онлайн и полным составом нет никакой информации. Конечно, попадает под Вандер, это минус Вандер. Макс Зор в дистанции пытался прикрывать своего тиммейта, но, к сожалению... Не самый лучший скоб, конечно, у Макса здесь на минике. Да и Вандер, мне кажется, немного перенаглел. Тут против Байстендерс играли, конечно, классно, но расплитаны были игроки этого коллектива и зданий. И вот не сложилось для Байстендерс. Хотя, ты знаешь, когда только появилась зона, хотел я сказать, что вот это шанс для Байстендерс. Крус Девали практически в центре и так далее, и так далее. Но в итоге два коллектива распиливают. У нас Датчан и минус Байстендерс. Шестнадцатая позиция для них, а у нас только шестая минута. Вот-вот начнется седьмая минута игры, и обидно. Придется полчаса просто сидеть и наблюдать игрокам команды Байстендерс. Слушай, давай... И можно я не буду говорить, я же говорил? Сколько я раз про это говорил, это просто уже не счесть. Можно нарезать, там, я не знаю, 30-минутную нарезку хайлайтов клипчиков из серии, когда Одескин рассуждает... Советы, советы, рассуждения. Да даже не советы, а рассуждения про мысли вслух. Знаешь, как идущий к реке Одескин, знаешь, вот этот, который... Да, преисполнился настолько уже в понимании того, что в центре находиться первого белого круга опасно, что как бы аж немножко приуныл. Digital Athletics совершает ротацию над Team Liquid, и куда пытаются заехать Digital Athletics? У них автомобили не позволяют как-то им в эту горку заехать, которую они, видимо, выбрали для себя. Так, что там по фейс-клану? Неплохо у них перемещение получается в сторону как раз-таки горки над Water Treatment, там, где находятся у нас игроки команды Tornado Energy. Может, даже они ее обогнут и где-то сверху разместятся. Синечка еще будет долго достаточно перемещаться к закрытию первого круга, поэтому ждем-с, ждем-с результатов нового прока. Достаточно очень важная история. Первый прок, ну, второй, по сути, да, второй белый круг определяет иногда у нас и чуть ли не финалочки для определенных команд. Sauna Boys заезжают на правый кратер. Крэйтер Филдзе располагаются там. Для сбора информации будут перемещаться дальше белый круг, но она показывает Tornado Energy, про те позиции, про которые я и говорил. Огибают их с севера. Фейс Клан, отлично, красивый пролет Тенгора и его ребят. Очень спасибо огромное нашим абсерверам, спасибо всей нашей команде. Понятное дело, что мы еще в конце сегодняшнего дня благодарим всех, но хочется и промежуточный такой благодарный запустить. Промежуточная благодарность, да? Ты знаешь, как есть в армии такое понятие, как промежуточная тренировка, а то здесь промежуточная благодарность. Вампир подъезжает у нас к Кэмпаунду, в котором находится Энс, причем он здесь один, порядка там 400 метров до тиммейтов, и Кэмп-Вампир займет, но урона получил достаточное количество. Но нужно выезжать тиммейтам-то. Почему остаются они? Как-то расплитаны, пинг-пони, и вполне себе Энс могут понять, что это всего лишь один игрок пони, и могут впушить. Опасно, опасная позиция для вампира. Ну и тут действительно только чудо его оберегает от пуша Энс и отсутствие у них полноценной информации. Но Энс уже подходит к этому кемпу. Тигзу получил половину в минус столба здоровья, но дальше скуйки с Ростанваром перемещаются, ну и нужно вампиру уезжать просто. Как говорится, на 180 назад развернулся и уехал. Хорошо, вампир. Отлично, отступил. И вот он прок. Южный прок. Все, ребятки, отменяются северные зоны. Классические, классические круги у нас могут впереди обстоять, так как центр зоны сейчас, это ландшафт чуть западнее от позиции тигет. И сколько тигетов, и сколько мы видели концовок в этом поле, разнообразных при том, за последнее время, не с честь. Хорошо. Нату Свинцера заезжает в спину, при том, что с плитом они едут, в спину заезжают Ноддон Лайтс. Ноддон Лайтс там прострели спайра от игроков команды ТСМ. В Осиенду заезжает у нас, кстати, Ноддон Лайтс. А Нату Свинцера через Сан-Мартин перемещается. Мы предрекали, мы с тобой заезжают этот Ноддон Лайтс в Осиенду, вот, собственно, он и произошел. Да, чуть позже, но благодаря именно этому жизнеопределяющему кругу, который показал, что же будет происходить дальше. Ну и фаст-клан, кстати, фаст-клан, ротация продолжается. В спину Овстрингу и еще одному его тиммейту Макси Зора отправляются у нас в фаст-клан, но Абрекско попытался поконтролировать. Заехавших на горку игроков команды Винстрик продолжает настрелить. Ты посмотри, как не успокоится у нас Овстринг. Ой, Овстринг, Брекско, простите. Овстринг, понятное дело, что нужно уезжать. Там спейс-клан могут встретиться в Винстрике, вообще параллельно совершают они против часовой стрелки. По краю зоны ротацию, чуть ниже Круздевали, а пока смотрим на Нуки, который в голову получает от игрока команды ТСМ, я так понимаю. Да, там Мирик ее настреливает. Ой, Макси Зор, Макси Зор въезжает прям на скуйке. Почти за доджил. Чучучку не хватило, еще метров 50, ой, метров 15, чтобы уйти из-под огня игрока команды Энс, Табл скуйки, ну и прикрытие тиммейтов, обстанем как бы есть тут рядышком, неподалеку, но ландшафт не позволяет. Энс тем временем перемещаются частично к позициям. Остальное, троица Энс, к позициям розовых паней, и как-то не хотят они понять, что это охота на паняш. Как это выглядит, да? Энс двигаются четко именно к ребятам. Ну, по крайней мере, двигались. Сейчас они избрали уже немножко другой путь. Ну, расплиты, но очень серьезно. Команда Энс и нашли там некоторое количество прострелов, нашли килл даже для себя на винстриках, и нужно все-таки информацию собирать, куда переезжать ближе к центру круга, потому что совсем скоро у нас еще и прок будет. Это так кажется, по идее, что 50 секунд, 40 секунд, ну, там, дойти до машины, взять этот автомобиль, пока разогнался, пока переехал, пока дошел, посмотрел, поскопился, там, какое-то время все-таки нужно держать в фокусе компаунд, который ты хочешь занимать. То есть эти 50 секунд, они пролетают достаточно быстро, и мы видим то, что Энс сейчас, ну, вот в сторону Джинк-Ярда закручивает один с куйки, да, вот в заправке остался Ливи Эли Захара, и непонятно, что он вообще там чекает, в виде компаунт вот с длинным домом. Слушай, ну, и, смотри, они вернулись на домашний кемп, они отлично знают, как можно отсюда разыгрывать, плюс еще свободные горы, вершины, на минусе, которые, да, любят занимать последнее время разные команды, и ликвид, и онлайн, и кто там еще окажется, ну, и плюс под прок парни заезжает, нужно подождать, и хорошо угадали у нас Энс, прок зоны на минус, Джинни Ралис практически, и снова отмена достаточно уже привычных кругов, поехали в сторону Digital Athletics, и в сторону Ликвид у нас игроки команды Нодонлайн, сейчас готовится заезд, как раз таки кипится, и Иби просто вовремя срывается с места, уезжает к своим остальным тиммейтам, без потерь для... Но одновременно заезжают вместе с Таунной Бойс, и есть Нодпануки. Хорошо, а с другой стороны приехал еще оппонент, нужно аккуратно здесь разыгрывать, пытается разыгрывать, ну что, такие миссы, перестреливать своего оппонента, тут же забирает углу, потеря уже одного игрока команды Нодонлайн, там же падает Батулин, также на минусе, не может Спайра прикрывать своих тиммейтов, очень сложная ситуация, здесь спину подставляет противник, но тут же прикрытие идет, ой, как же сложно, на второй этаж добегает молодой человек, ну и за ним погоня, погоня за ним, нужно максимально быстро, он десантируется, и что, разрезаются у нас еще и Сауна Бойс, анонимус, хорошо, клип по нему сработал, можно будет. Ой, он один остался, первый этаж. Да, Сикора один. Сикора-то один остался, интересно, поняли ли это Нозену Лайтс, то, что они сейчас в большинстве вообще находятся в этом кимпаунде, есть молики, вот эта хаешка неплохая, кстати, добрый вид, что? Ну нет, она там перелетела, там диван бронебойный, там какое-то кресло бронебойное, ну вот молик хороший, молик должен быть нормальным. А, перелет, перелет. Вот, есть, молик зацепил, горит миссы, сейвится Сикора, пока что полетели еще раскидочки в сторону дома, живет, живет игрок команды Сауна Бойс, Сикора все-таки, ну и очень много раскидки, конечно, от парней, перфектикс, шикает, кстати, предпоследнего игрока команды Сауна Бойс, там у нас еще и фейс-клан, дерутся в нокии, оказался один из игроков, и шиф-дабл-ю, к ним приходят с севера, по экскризису, сработал Аймлул, вампир тут же его добирает, фейс добрал, и очень все плохо, фасфейс рядышком с нокнутым Иваном, пробегает просто Брэкс, ков эти смоки, пока что у него нет своего противника, выбирает фасфейс, и хорошо отыграно фасфейсом, ну что же ж творит, этот молодой человек, Зокер, разогревает хаешку, будет закидывать, если... Аймлул, нокает густого, фейс-клан остаются в лице, фасфейса лишь только, ну и Иван в нокии, там Молик очень крутой, кстати, залетает, да, зонит он от смоков, прилетает еще там хаешка, я так понимаю, и Ивана потеряют, здесь игроки команды фейс, точнее игрок, остается один лишь фасфейс, слушай, и не первый раз мы уже видим, да, то, что фасфейс у нас в одиночестве разыгрывает, Зокер отъезжает, и это шанс для фасфейса попробовать залутать, и возможно как-то отойти, здесь есть нок по гире, сразу же добирает его остринг, сложная драка, очень много урона по Аймлулу прилетает, половина столба здоровой, как не бывало, заезжает, забегает, точнее, под хаешку откинуты игроком команды Винстриха, это Овстринг, Соло, здесь разыгрывает, Кембо, а где Кембо, немножко непонятно, Лол наносит урон по Овстрингу, 22 хита остается у нас игрок, Кембо здесь же в Кемпе, вот он, вот, вот, Кембо пришел на халпу, Аймлул живой, контролировать пытается, как раз таки дом с ним, Кембо, ну и отхил, Овстринг уже готов драться, зона уходит, на Амакинов, Digital Athletics, в общем, не очень приятная история, ну и на Тусвинсера, кстати, на Гравиарде обитают, два игрока как минимум, поэтому все очень даже неплохо выглядит, ну что, готовы, готовы играть против своих оппонентов, у нас ребятушки из Винстрих, очень неприятная ситуация, на крышу залазить, какая же 800 тысяч, миллионов Айкию история, но здесь Овстринг отлично перестреливать своего визави, Аймлул заканчивается и заканчивается поняше, на пятнадцатой строчке, хорошая голова от Мироки по UBE, редлайны, приехали в гости к Мироки, но также подъезжают тиммейты, но здесь еще и Нозенлайдс находятся, и, кстати, горит и Джинс, клип догорает от спара, понимают игроки команды Нозенлайдс, что здесь, ой, ее переключение, это не вовремя, а перфекция забрал, выбиться, да, Джинс сразу же достреливает, и минус Нозенлайдс, забрали двух игроков, последних, 12-я позиция для них, а там Амакин из Нотус Винсера, как-то закусились, это сверху, видимо, с минус генералис, был нок по Оранжу, и подъехали эти геты, в похоронное бюро, да, на большом бутере здесь оказывается, но бутер такой себе, учитывая то, что расплитаны достаточно серьезно. Смотри, у нас минус Нозенлайдс, у них есть поинты, но Ликвид все еще живы, и также набирают поинты. Самое главное, кто претенденты? Атлетики они живы, полный состав занимают Т-шку, при том, что хорошо там контролируют Т-шку, и могут еще и следить за перемещением оппонентов. Круг достаточно, ну, белый, следующий круг, который образовался не так давно, очень неприятен, да, для коллективов, и их переезда будет в дальнейшем, если он уйдет, как раз таки, с Т-шки, и у Атлетиков будет возможность пострелять по противнику. Также еще в сторону Т-Боуна постреливают на минус Дженералис, ребятушки. А эти геты у нас заехали под позицию двух игроков команды Натус Винсера, там еще по Орджу прилетало. Приятный урон, Киля Кай, Киля Кай от фасфейза, хорошие головы, залетает Зокер, наполовину столба, здоровье остается, и максимально активно действует против своего оппонента. У нас игрок команды Фейс Клан будет выходить, найти, видел, видел лежачего, хорош, как же, ну вот, как он хорош последние полгода. Еще бы залутать, потому что бегут уже винстрики в эту сторону, ну, очень много тут здоровья потерял игрок команды Фейс Клан, ну и находит его Остринг, пять киллов уже у Остринга, слушай, ну, в килл-лидерах мы должны увидеть в любом случае этого молодого человека из винстрики, кстати, поинтов неплохо уже винстрики поформили, а это только топ-9 у нас, 18-ая минута и 31 Элайв, пятая зона. Да, у нас здесь тем временем поработали в сторону игроков команды Торнадо Энерджи на переезде Digital Athletics, одного из них нокнули, но там была возможность как раз-таки засейвить и поднять, и Амакины подключились также к обстрелу игроков команды Торнадо Энерджи, в нок отправили экземпла, смачки открываются, можно будет поднимать, Энс подъезжает ближе к позициям Амакин, готовы ли Амакин здесь встречать соперника или нет, мы с вами узнаем чуть позже. Слушай, ну а Амакины очень серьезно расплитаны, сейчас Васку с Емпти должны как-то подходить к Пейджу и Тибону, а вот у Энс там играть особо негде, придется пушить этот ангар, в котором находится Пейдж, потому что дальше только опенфилды под Джимса, тут гранаты летят от ТСМ, но не очень точно, есть еще один молик, посмотрим, что по молику, молик перелетает, все перелетает, вот затаймленная, хаешка урон, конечно, наносит, но там Острин, может 6 килл сейчас оформить, но опять же обратку там Мекси. Какая была необходимость Джимсу там лежать так долго? Почему не с Макии отступить? Но и Острин все равно продолжает пикать, он хочет этот поинт добрать и попадает по голове по Джимсу, это минус игрок команды Ликвид. Ибица с Мекси остаются вдвоем, тем временем Ростан Март сработал по Пейджу, в Доке оказывается Пейдж пытается Диджитал Атлетик, с то, что я и говорил, контролировать ротации со всех сразу направлений, ну с севера, по крайней мере, перемещаются команды, в сторону белого безопасного круга и Мирокер здесь отлично пострелял по метро лезов, выходит его и добирает с койки, нокнул Кембу. Неприятная история для Нави, Нави нужно перемещаться в белый безопасный круг, он до этого от них ушел, а мы еще и пропустили тот момент, когда погиб Оранж, очень неприятная история, при том, что в церкви находились два и т.к. Амакин забрали его? Да, да, при том, что как бы, ну, было понимание, где находятся Амакин и от них уже был до этого Нок по Сене, или по кому-то, в общем, по Оранжу, по тому же, да, просто, видимо, как-то занимали позиции неудобные для подхода друг к другу, знаешь, там, в церкви можно так забуриться, если тебя Нокну, то потом тиммейт просто не добежит до тебя, хотя вроде по карте и рядом должен находиться. Рустан Март тут ожидает соскуйки Остринга. Да, но Остринг уже ушел чуть ниже и будут искать, скорее всего, Энс. Последний игрока команды Винс 3, а по ним уже ведут огонь. И Сэм, и можно сказать, что сейвит Остринга, Остринг там флешки накидывает, но только сам от камня отошел и один... Жить. Да, одно попадание нужно было только по Острингу, чтобы отправить его в лобби, но до камешка все-таки добежал, вернулся. Сеня за зоной. Да, там по Острингу все-таки прилетает урон Фекс, нашел по нему возможность, все-таки дострелял Остринга. А Сеня у нас нокается от зоны. Бесто сработал по квизе. Приблизились нато с Винсерой к позициям игроков команды Торнадо Энерджи. Отличная хаешечка от Бесто прилетает. Тем временем падает от Пейджа. Сеню добирает зона. Кстати, поинт никому не достался. Нави на краю. Им нужно войти в зону. Не самые лучшие позиции. Пару камней. Немножко транспорта. Главное, чтобы еще и транспорт сохранялся. У них для дальнейших может быть понадобившихся перемещений. Если сейчас будет еще одна хаешечка адресная. Тут такой опыт. И так мало мест, что уже даже ехать-то особо некуда, если ты очень не захочешь. Куда-то наибиться, только если ворваться. Или там, ну, какие-то лоу-граунды через этигетов проехать. Все это под прострелом. А Макинов, который сейчас позиция, ну, просто нереальная по отношению к этому белому кругу. А Макины могут стрелять по всем и вся. Вообще. Кроме Ликвид. Учитывает, что Мэкси просто безопасно переехал к своему тиммейту. И похоже на один большой блокпост у нас нынешняя территория боевая, да? Небольшой вот этот круг оставшийся. Если нато с Винсера решатся куда-то прорваться, их контроль от Амакины. Мимо двух мимо пачек этигетов нужно проезжать. Еще есть Торнадо Энерджи. Торнадо нужно самим перемещаться. Мимо Коид Па проезжает Бесту. Но нет, не отпускает Коид Па. Беста достреливает. От Кибицы приезжает Таб. И четкая стрельба от Ибицы отправляет Таба в лобе. К сожалению, топ-8 для Натус Винсера. Айра тем временем сработал по Коид Па. Слушай, ну и Амакинов напрягают просто всех. Да, Емти там еще и Коид Па добирает с Куки. Поехал так же, пытается под горку заехать. На которой сидят Амакины, чтобы не могли угла не взять. Но Амакинов-то особо никто не контролирует. Тут все коллективы между собой разбираются. Айра не зановить бы. Да, все нормально. Там произошло, ТСМ и подъезжают в лоу-граунд. Рустан Марс сбил с Куки. Да, там Хьюз падает. Отъебьте, и Амакины здесь нормально поформят. Есть ощущение. Потому что по Team Liquid они тоже уже начали стрелять. Более вальяжно работают. Амакины выходят уже в фулкорпус под тех же Digital Athletics, чтобы по Team Liquid огонь вести. И смотри, какая история. У нас сейчас набирают плотно поинты коллективы, которые претендуют лишь только на заход в топ-8. Это не топовые коллективы в рамках нынешней турнирной таблицы. Да, Торнадо Энерджи готовы драться против ТСМ. И классные молики тут поприлетали. Фекс падает. Айра так же горит. Мелман как же хорошо закинул здесь Код Марка. Взрывает все время в Айра машину. Айра достается Код Марка. Мелман забирает все-таки Фекс, а Рустан Мар падает от Смеша. Очень сложные ситуации. Торнадо Энерджи все еще живут. Так же живет Мирок. Один он остался. Кемп на Тэшке дает им очень большое пространство для контроля своего оппонента. Это Минус Мирок от Мелмана. Но дальше будут Атлетики. Ситуация очень сложная у Торнадо Энерджи. Топ-6 для ТСМ. Код Марка, если имеет раскидку, он просто выйдет против Торнадо и там... Уже кидали. Уже кидали флешки в сторону Торнадо Энерджи. Дает это... пищу для размышлений, что как раз нету хаешек больше у Диджитов Атлетикс. Плюс на Мамакин еще настреливает. Не самое приятное, конечно, положение. Выходить еще по Торнадо, пытаться что-то закинуть. Ибиться здесь под прострелом. А где... Что, Тимбоу? А где... Ой, он не был готов, что по ползающему придется стрелять. На гору работает у нас с Мэш. Тем временем отличный... А вот Смэш попадает, в отличие от Тимбоу, да? Ну, правда, он нокнул Пейджа, а Тимбоуну нужно поднимать своего тиммейта. Зона наконец-то уходит от Атамакинов. И теперь у парней, да, показывает нам транспортное средство наши наблюдатели. И что у нас? Атлетики будут отыгрывать от бака. В принципе, у них здесь позиции присутствуют. Транспорт даже какой-то частично на месте для дальнейшего. Ну и вот это стрельба по Энс. Ой, Смэш. Что творит Смэшбай? Отлично. Здесь два поинта чистые. Просто в чистую. Ну а Ликвид живут в центре круга. Это им очень сейчас важно. Им нужны поинты. Слушай, а диджитал атлетик, зона ушла. Это вообще хорошо. Для них. Да, да. Ну и Ликвид живы. И Ликвид живы. Куда там рюкзак, убийца? Да, есть возможность. Все-таки нашел, емте пострелял, но тут же от экземпла прилетело. Не так много, как бы хотелось. Поехал Тибон в позицию игроков команды Ликвид, точнее Нокнутова. Добрать его. Да даже не нужно. Там просто днищем Мирады свалился на игрока команды Тим Ликвид. Единственное, что Пэйдж спустился не так, конечно, приятно. И Тибон избивает. Еще и в Молик заходит, гранату откидывает. Пэйдж, так он сгорит. Да, да. Но неплохой Молик залетел. Мелман тем временем падает от вас. А Макины разыгрывают против игроков команды Торнадо и при этом умирают сразу двое игроков от Мэкси. Мэкси хорош. Так все сольники. А Атлетика прилетела по Мэкси? Да. Да. Все сольники, кроме Digital Athletics. Двоем? Макины. А нет. Все-таки Емптин наверху еще оставался. И два коллектива, у которых минимум два игрока. Два, три. Ой, Мэкси. Сколько урона получает от Тигзу? Как же неприятно. Минус Мэкси. Топ-5 для Тим Ликвид. И нет шанса догнать у них. Сохраняется небольшой. Набирают хорошее количество поинтов ребята. Там и киллы были на Сауни Бойс и на Нотан Лайтс и на Макинах. Работали четыре килла для Digital Athletics. И конкурент прямой в лобби это Нотан Лайтс. Соответственно, атлетики хотят забирать топ на этой карте. У них преимущество по стволам. У них преимущество по позиции. В данном случае три ствола. Да, не так много киллов как оформили конечно в первой карте Нотан Лайтс. То есть не смогут они повторить их успех. Хотя им нужно вообще предвосхищать своих фанатов и больше набирать чем Нотан Лайтс чтобы догонять как-то коллектив из СНГ. Но хотя бы вот еще четыре килла могут собрать и выиграть. 18 поинтов это тоже очень много. 17 точнее получится. И как же экземплу дальше пытаться проходить зону еще и Моли кому туда закидывают ой как неприятный экземпл экземпл скорее всего сгорел. Нет, нет, нет он еще нормально. Но его в зону не пусят. Еще один Молик прист по ногам он получает лоу хаповой остается и сгорает у нас все-таки экземпл до половины столба здоровья с воском сбрил но к сожалению сам умер. Ситуация сложная была практически патовая поэтому тут ни в чем нельзя вообще винить игрока он доиграл до конца на максимуме Энн СМэр ой смэш ой же молодец СМэш там какой, пятый уже килл оформляет или четвертый что-то такое там третий а как у него был один он убил с Куйки с Рустанмаром и сейчас еще дострелял ПД-4 У них 6 киллов суммарно у них небольшое количество киллов на самом деле на данном этапе 9 киллов у Амакина есть информация по кодмарку очень много урона прилетело от Емпти 8 штук кстати Емпти нас собирал держу в курсе как говорится Васку немножечко у нас севернее располагается на западном направлении и голова от кодмарка снова отлетает там уже поломанная кассочка еще урон по СМэшу прилетает от Васку хорошо здесь контролирует своего оппонента игроки команды Амакин ну и топчик здесь конечно нужнее Атлетикам зона когда дойдет что дальше они совсем на краю находятся если у Digital Athletics есть камни вот к которым они перебегают СМэш там уже перешел у кодмарка есть еще правее он по-моему ближе к центру находится а вот Амакин придется выходить в лютый опен единственное что вот где там Ибицу добирали да там можно попробовать от камней отыгрывать но уже сейчас нужно пробовать улучшать эту позицию Мерд ой поехал Мерд прям в центр поехал еще и Емти достается урон неприятный Васку обошелся без урона и Мерд прям под лоу граунд под камни к парням из Амакин подобрался ну и зона сейчас будет выдавливать полетел Молик а вот это неплохо а вот сюда давай такое хотя есть где задоджить Емти через Маки будет перемещаться и пытается как раз таки брать угла Код Марков перемещается к Мерду также смеш у нас поехал пошел ооо отличная стрельба от Код Марков что он дает поломанные все касочки и головы это Digital Athletics легкая камбэчная для Атлетиков и кто поставил на турков на турецкий коллектив что дает Код Марков просто это вообще нечто он останавливается по нему стреляет первым начинает стрелять игрок команды Амакин он просто останавливается дает две в голову и отправляет отдыхать Васку по моему да там жестко жестко конечно от Код Марка игра просто нереальная ну и в принципе от Digital Athletics у смеша 4 кила видишь то что я и говорил 4 кила 2 на Марка и 1 на Мерти не лучший результат для Атлетиков по набору поинтов но семнашка плюс копилочку это все-таки лучше чем прошлая карта да и чем 3 карты с вчерашнего дня да чем 3 карты с вчерашнего дня условно но Northern Light все равно поинтики набирают немного но есть но это мы с вами посмотрим уже финальные таблицы ждем хайлайты ну интересная карта интересные зоны Амакины вообще не ожидали такого подарка и воспользовались по максимуму 8 киллов наем ой в дэмэдж лидерах там в килл лидерах мы игроков команды Амакин в любом случае увидим потому что с горы они настреливали там по всем по этигетам кидали по Digital Athletics накидывали по Tornado накидывали по Na'Vi накидывали просто по всем по кому могли Амакины стреляли я думаю что даже ни одного игрока увидим в дэмэдж дилерах в топовых этого розбирюша там то и дело что будет интересно посмотреть ну да там Емпти понятно то что он набрал именно киллов и там скорее всего урон будет еще сколько урона внесли без киллов остальные игроки Амакин понаблюдаем да после хайлайтов ну и хайлайты на ваших экранах да вот Вандер очень хорошая на самом деле разыгровочка была против Байстендерс но уйти бы потом на угол как-то попробовать запросить прикрытие у своих тиммейтов было бы вообще замечательно здесь на релоде видимо поймали Луи вообще спину Батулина нашел анонимус да такой немножко хаотичный был заезд от Саунбой соответственно координация была сложная для ребят из НЛТ он просто всунул ствол своего оппонента он еще успел зайти в АДС Овстинг здесь хорошо также разыграл но Винстрик вот хорошее количество поинтов заработали на этой карте ну больше чем обычно 7 там да по-моему да вроде того 7 плюс и фастфейс как же все-таки хороший молодой человек он контролирует все очень четко до последнего момента единственное что да сложный был вход и противника уж чисто прочитать что к нему уже на голову здесь выбегают сложно так смотри 7 киллов 8 8 уже есть получается да и непонятно на какой позиции они погибли в топ-8 топ-8 нами погибали поэтому инстрикивали девятыми ну вот сейчас хайлайтер слушай отебицы здесь стрельба из будущего походу была там тачка только выехала и уже хедшот ой как неприятно да тсм и вроде бы неплохо здесь аэро сначала разместился там еще и фражульки какие-то подсобрал а в итоге когда заехали остальные его тиммейты там приехали и поднеслись сюрпризы от торнадо энерджи и еще и в спину атлетики вышли в общем не самый лучший расклад получился для тсм хотя количество киллов у них просто приговорил здесь хтбон даже не притормаживал не пытался как-то свернуть въехал в тиммейта и в итоге вышел это ботом учитывая то что здесь пришел мэкси и двух игроков сразу забрал вот он этот момент кодмарка жестко поемте он все-таки настрелил они по ласку немного ошибся в игроках а макина в этом противостоянии так пиццуни кулачки да молодцы парни очень да могу домой все же на русском разговаривают как бы все понятно все так так с 16 по 9 строчку у нас табличка по итогам 22 матча выглядит так с нулем единственный коллектив это байстендерс они 16 с единичкой шифт не 15 по 2 поинта сразу у трех коллективов 14 пингфоне 13 саунобойс 12 нато свинсера по 3 поинта у трех коллективов тарглайн 11 но онлайн 10 фейскланд 9 кстати 3 кила сделал фасфейс что было как говорится все он и собрал да первая восьмерка на ваших экранах 3 поинта для этикетов торнадо энергия зарабатывает 6 8 для энц и винстрик тсм и девяточка тимликвит зарабатывает больше кстати чем торнадо энергия а макин пятнашка 9 килов настреляна вторая позиция за ними ну и 17 для победителя этого розыгрыша последнего миромара пкс3 диджитал атлетикс молодцы турки показывают не раз мы это уже говорили один из лучших своих сезонов и смотрим на килл лидеров доемте с восьмерочкой отличный настрел от игрока команды а макин спорт наконец-то они вернулись в игру хоть хотя бы на одну катку хотя бы в таком виде овстринк 6 киллов насобирал вообще красава представитель винстрик не часто мы видим вообще ребят в топах но вот овстринк уже несколько раз попадался нам под руку и это приятно наблюдать третье место разделили между собой представители тем ликвид и диджитал атлетикс мекси и смеш по 4 килла и фастфейс вот как раз таки с тремя киллами занимает пятую строчку последний в живых был представитель фейсклан на этой карте и он наработал так так ну и дэмэдж лидеры собственно предрекали мы то что ни один игрок Амакин будет в этой табличке в этом топе и вот Йемпти на первом месте на втором месте Тибон оба из Амакин спортс дальше идет смеш с диджитал атлетикс остринг ровно 500 урона на четвертой позиции и Ибица замыкает пятерку лучших игроков нанесших больше всего урона собственно в этом Мирамаре а у нас а у нас а у нас и у вас тоже готовится интервью собственно с игроком команды Нозунлайдс насколько я понимаю да Михаил прав Кирилл добрый вечер привет всем Кирилл привет ну что алло как алло ты нас слышишь да 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 я слышу вас привет отлично как настроение как подготовили как подготовили сегодняшнему игровому дню и вообще в целом каков план более конкретный если можно ну план у нас один просто стабильно набирать поинт в этой катке мы немножко накосячили не набрали 8 поинтов как планировали но все равно первая катка позволяет ошибиться один раз считай это у вас была карта со звездочкой да 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 ну я не знаю можно сказать не наша вина отчасти была просто я заехал и все не так пошло немножко мы планировали там некий сумбур у вас был тебя на релоуде поймал я так понимаю да игрок Team Liquid когда перестрелял и сани там вообще в спину настреляли на холлайтах как раз видно было как о прошу прощения Сауну Бойс не Team Liquid ну там просто одна интересная история произошла когда тачка влетала она въехала в ящик и у меня там буря произошла я человека не видел как бы там песок пыль все дела в прицеле были пару секунд из-за этого я его не убил да спецэффекты они иногда решают как отмечать будешь Кирилл победу на ПКС-3 ну сначала надо выиграть ПКС-3 но вы очень признавайся прям да да ты признавайся уже думал об этом или нет нет на самом-то деле думал вообще главное выиграть и мы сейчас сосредоточены на этом хорошо потому что отрыв отрыв не очень большой всего лишь 21 point или сколько там одна победа да или кого-либо и мы уже сравнялись ну да учитывая что только что забрали миромар они все-таки наступают вам на пятки может быть есть что-то чтобы ты хотел передать своим фанатам сказать кому-то еще в эфире это нечего 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 передавать ну спасибо всем фанатам привет прил привет всем смотрят болеют в принципе все постараемся выиграть спасибо для вас удачи вам спасибо огромное кирилл до встречи на двух последних картах держитесь всем пока всем пока априлу привет прио привет и от нас вот я даже ручкой помахаю прио нас смотрит скорее всего сосредоточены нозенлайт на победе собственно на играх точнее о победе не думают по крайней мере кирилл да точнее не появилась а была возможность у нас с ним пообщаться молодцы наверное это правильный подход вот когда сначала сделай а потом веселись ну он озвучил да что их цель это 8 поинтов за карту минимум соответственно чтобы удерживать на расстоянии диджитал атлетикс и стабильно закрыть для себя турнирную таблицу в плюсе на первой позиции и вот у нас с вами результат результат и табличка как говорится налицо по итогам какой предпоследней карты турнира по кс 3 европа день 6 у нас сегодня разыгрывается ноденлайт 211 поинтов первая строчка всего лишь 3 поинта да набирает парни по отношению к результату прошлой карты диджитал атлетикс у нас идут вторые после победы 189 поинтов у них и отрыв достаточно растет растет 32 ой 22 поинта но это в принципе не так много это в принципе не так уж и много на самом деле что и сказал Кирилл но шансов вернуться все меньше и меньше в диджитал атлетикс а учитывая какие рангели они показывали вчера то у нас ноденлайт прям ну очень большая сейчас знаешь чтобы было интересно посмотреть на искусственный интеллект что он вообще расскажет или думает по этому поводу какие вообще процентажи из приятного винстрики у нас 16 место наконец-то перемещаются на 15 позицию обгоняют байстендерс они воевали на этом миромаре как раз с ними со своим принципиальным соперником по положению в лидерборде и 4 поинта отвоевали у байстендерс так что у нас по нави 126 129 для шифт W ну конечно у нави общались мы с парнями хотели они победить естественно на ПКС и ставили для себя это первоочередной целью но к сожалению сейчас шансов ну просто нет причем шансов нет даже и войти в тройку вот в чем беда ну за две карты нужно набрать простите меня 51 это просто сравняться с торнадо 51 да ну чтобы еще и обогнать там вообще ну да еще больше грандиозное количество нужно 30 плюс каждая карта все лобби уничтожать и только тогда можно будет как-то реализовывать это слушай смотри еще какая история Амакины очень неплохое количество поэтов набрали но они не смогли обойти ТСМ потому что ТСМ тоже немножечко поднабрали и вот с ТСМами они ТСМ и девятые и Амакины десятые в конце первой восьмерки у нас все в принципе так же Энс и за ними идут вот три коллектива да это HFW еще команда в принципе особо не сильно изменилась таблица да там по факту только вот этот прыжок и Продолжение следует...